Передвижные комплексы фиксации правонарушения или, как в народе говорят, треноги, ставят на самых опасных участках дорог. В Старомосколе работают 11 таких камер. Места, в которых необходимо дополнительное видеонаблюдение, определяют сотрудники ГИБДД. Заявление президента Российской Федерации о недопустимости спрятанных камер вызвало у автолюбителей бурные споры. «Наше руководство, которое контролирует эти камеры, игнорирует Владимира Владимировича Путина, так как он всем четко, ясно сказал, незаконно установленные камеры 1 июля 2019 года считаются недействительными. Но единственный вопрос, все ссылаются в детбумажка. То есть он сказал, документов нет никаких. Вот хотелось бы на законодательном уровне проработали не только на стационарные камеры, но и на этих трехногих». Установкой и охраной камер в нашем городе занимается частное охранное предприятие «Рубеж-СТ». А принадлежат они управлению дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. «Мы – частная охранная организация. У нас управление дорог каждый год выставляется на тендер охрана объектов. Вот это то же самое мы охраняем, как любой магазин, как любой киоск. Выставляется на торги лот. Цена почасовая охрана такая-то, и кто выиграет. Все, выигрывает ЧОП, заключает договора с другими ЧОПами на взаимодействие, и мы берем под охрану. У нас только почасовая оплата идет охрана». По мнению автолюбителей, многие камеры на дорогах установлены неправильно, якобы для того, чтобы увеличить количество оштрафованных. «Я считаю, как по правилам, только вообще, как инструкция написана, три метра от края проезжей части, допустим, от бордюра. Сейчас мы замеряем, камера установлена, можно сказать, непосредственно на пешеходном переходе, что создает аварийную ситуацию. Вот смотрите, стоп, замеряем, три метра. «Два сорок». «У вас там три метра нет, почему?» «Как нету?» «Два сорок». «Не может быть». «Вы до камеры мерили или до ноги?» «До штатива». «До штатива». «До камеры замерите». Однако, по заверениям директора ЧОП «Рубеж СТ», работают они строго по регламенту и ни в коем случае не заинтересованы в неправильной установке камеры. «Технический регламент, он четко определен, и три метра от дороги, и угол соответствующий. Это вот каждый охранник обучен, у каждого есть свои методические рекомендации. Если камеру поставить с нарушением всех каких-то рекомендаций, то она просто не будет фиксировать. Никаких, как говорят, скорость она там изменит или неправильно зафиксирует скорость движения, ни в чего подобного. Она просто не будет фиксировать правонарушения». Недовольство у водителей вызывает также отсутствие предупреждающих знаков о работе видеокамеры. Однако, это условие для тренок необязательное. В правилах дорожного движения написано, что знак фиксации правонарушений устанавливается вместе с стационарными камерами. «Стационарными камерами – это по ГОСТу. Передвижные комплексы в фиксации правонарушений ни в правилах, ни в ГОСТах ничего не прописано. Да и в районе стационарных – это необязательная установка. Правила допускают установку этого знака. Это знак необязательный, он просто информационный». Сотрудниками ГИБДД, а также Центром фиксации правонарушений, которые находятся в управлении ГИБДД Белгородской области, контролируется правильность установки камер на дорогах. При обнаружении нарушений они незамедлительно устраняются.